В прошлый раз я уже говорил о том, что там у нас на данной площадке, которая идет речь, она попадает в зону охраны музейной площади. Если говорить о самом здании, доме Акимова, на сегодняшний день Де Юра, этот объект, который в наследие существует, он никуда не девался, несмотря на его физическую утрату. Существует паспорт этого объекта с регистрационным номером, учетная карточка и решение исполнительного комитета Совета народных депутатов от 1989 года, которым этот объект был поставлен на государственный учет. Никто его с учета не снимал, решение о снятии учета принимает правительство Российской Федерации. Поэтому на сегодняшний день мы можем констатировать факт того, что данный объект, как объект в котором наследие, существует. Хотя физически его, мы с вами знаем, уже более 10 лет нет. То, что касается режимов использования данной территории, как я уже сказал, она попадает в охранную зону музейной площади. Режим в прошлый раз, я уже говорил, этой территории, это благоустройство, озеленение, создание исторической среды. Другого на этой территории не предусмотрено. Объект был в свое время уничтожен. Соответственно, решение о его исключении из списка объектов культуры наследия принимает премьер-министр Российской Федерации. Такого решения не принято. Поэтому до юра у нас с вами на этом земельном участке есть объекты, укроме наследия. А по каким документам дом сам был сносен? А снос самого объекта, никаких документов именно на осносе, когда он произошел? Произошел он в 97 году, согласно документам, которые есть в БТИ. То есть там есть архивная запись о том, что в 97 году этот объект был снесен. В 97 году за 1,5 миллиарда миллиарных рублей было расселено на 15 семей за счет муниципалитета. Конечно, было совершено незаконное действие. Отселено было муниципалитетом за 1,5 миллиарда. А на тот момент фонд имущества, который возглавлял Павлов, было указание руководства области, было подготовлено им и исполнено распоряжение очистки этого. Когда еще там находилась стоянка автомобильная, был снесен дом Акимова, и тогда находилась на этом месте автомобильная стоянка. После чего было указано стоянку ликвидировать и выставлено на торги. Я на прошлом совещании рассказывал. И вывели этот участок и просто, другим словами, его сьюзили у города. Сделали преступление. Это что касается, как это было сделано. Теперь, я так понимаю, у нас вопрос, что там делать. Нет ни у кого никаких сомнений, что нельзя строить ничего. И 14 лет мы с журналистами этого добиваемся. И мы, в принципе, добились. И если мы говорим опять о комфортной среде, вот у нас еще существует... Я бы немножко ответил. Я хочу вас ознакомить с этим. Кто я лоббирую, где из Никитиков, я буду лоббировать Паралова. Это вот вам, пожалуйста, смотрите. Вот, на этой площади находится... Это, пожалуйста, смотрите, пожалуйста. Вот, находится также между Украинским музеем и домом на набережной, где находится ресторан Старый город, сожженное здание одноэтажное. Это про которое тогда депутат Янклович говорил, что там кто-то живет, его надо достроить. Это как гнилой зуб. Это как гнилой зуб. И его нужно приводить в порядок. Ну, вы полистайте, там видно будет. Вот так надо, на мой взгляд, закончить эту площадь. Мы, каждый из нас, практически большинство, все бывают в европейских городах, в культурных столицах европейских. И мы восхищаемся, что у них центральная площадь, там какие-то часы размещены, какой-то там памятник размещен. Все вокруг красота и радует глаз. У нас же здесь, мы вот такими вот чиновниками, которые строят запретительные барьеры, вот сейчас делают там ограничения, там, безусловно, это надо, чтобы не было хаотичной застройки. Но вот изменения вот такие вот, для того, чтобы реализовывать вот такие вот красивые вещи и закончить образы, чтобы это не онкологию в глазах вызывало, а чтобы люди радовались. Для того, чтобы все было хорошо над городом Антона Владимировича свой любить. Фанатично. Полностью с вами согласен. И действовать в интересах горожан, прежде всего. Это, ну и действовать, что горожане, получается у вас. Вот, и еще хочу сказать. Строить здесь нельзя. Теперь, ко второму пункту нашего освещения. Как сделать так, чтобы пендики, представители бизнеса, на самом деле, я так понимаю, они и не воспрепятствуют. Вопрос такой, опять, вот вы говорите, там, сделать плоскостное сооружение, там, в виде сквера или все остальное. Вот, идеи, и так надо делать. Но, послушайте, это историческая часть, и под ней могут находиться какие-то там, ну, произвести исторические раскопки. Логично это, нет? Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Да, опять, у нас ограничено время до 22-го года, если мы планируем, там, сделать сквер именно имени Петра. Но делать это тоже обязательно. Если сейчас что-то там изобразить, то потом опять до этого, и силы не остается. Поэтому наличие, вот, на мой взгляд, парковки подземной, я считаю, что это и решение для, в принципе, для муниципалитета и для города. Мне почему об этом, прежде всего, говорить, ну, потому что 14 лет, и это добиваюсь того, чтобы на этом земельном участке не было ничего построено. И мои коллеги-журналисты, отдельные коллеги, кстати, вот кто-нибудь потом зайдет в YouTube, наберите, козел-провокатор, что это такое. Когда в стаде есть козел-провокатор, кто его потеряет в стадо, он, типа, пользуется авторитетом, заводит на обойню все стадо, их там под мясорубки, а у него в отдельный ход он выходит. И поэтому некоторые главные редакторы и собственники издания начали говорить, что где-то кто-то у кого платил, вводя тем самым заблуждение своего аудитория, который их читает. На тот момент, в 2008 году, когда продавали этот земельный участок, тем же предпринимательным, его продавал министр инфраструктурной политики. То есть, им, откуда было знать о каких-то нарушениях, которые были допущены, опять, административными органами, как городской властью, областной властью, не имеет значение. Вы правильно сказали, что там только плоскостное сооружение, и там только можно, ну, если город желает, парт, сквер, как угодно. Пусть тогда, если мы говорим про бизнес, социально-объяснение, если они считают, что они могут быть, в том числе и меценатами, ну, хотя бы, чтобы получить от города какие-то преференции, там, где-то что-то, пусть построят этот сквер для города, пусть строят. Роль малого среднего бизнеса была по государству. Сейчас у нас составляет не только 16-17%. Наш гарант сказал, что мы должны быть не меньше копиворки, а значит, от 45 до 60. Вот такими темпами мы требуем деловой. Мы уничтожили инвестиционный в том числе. Никто не хочет ни во что инвестировать. Эти поступки – это раз. Здорово. Мы для того, чтобы, по крайней мере, людям предложить меценатство, по крайней мере, достаться и с ними ласкать работать. Гладить их надо для того, чтобы они нам что-то там разбили еще. Для горожан сделанный подарок, надо их кладить. Или, как я в прошлый раз, так и понятно, значит, нам надо приглашать. Если они делают сквер, будут меценатами, мы, по крайней мере, приглашать им почетным предоставим города. И мы признаем, что, например, дому собственному... Они в тот же день свою позицию выразили. Те? Наверное. Они в тот же день результатом нашей встречи, администрации, кодориз заявления, подготовке к строительному плану, в цель консвоения нервов, земельных участков. А что ли там измножили в плане? Они просят вы gösterить на строительный план, земельных участков. У нас для строительного плана является основанием для дальнейшего получения разрешения стоит. Что делать дать? Если нам интересен результат, а не процесс, давайте просто исходить из возможности там это сделать, что мы должны там сделать. Для города только сфер. Все, опять точка. Как к этому прийти? С ребятами разговаривать, с инвесторами, ну давайте с ними разговаривать, но если им неудобно, ну давайте мы еще раз их пригласим. Мы назначим, например, вот сегодня там это через неделю, там через пять дней, когда они к праву слуху добраться до этого. Мы же причину даже не знаем. Мы сейчас со слов там говорим им, что он сказал, а они не сказали. Мы их аргументы не слушаем. Почему мы так относимся к предпринимателям? В принципе, они очень противные и тяжелые в переговорах. Я их лично убеждал, эту компанию, 7 лет. Я, безусловно, вопрос двух. То есть первое, это как в результате чьих действий все, где-то ситуация сложилась. Второй момент, это как бы юридически что делать на данном этапе. Озвучено было, что организация обратилась как бы к градплану. Соответственно, на это обращение должен был, должен будет, значит, дан быть ответ. А почему по градплану отказ? Это вопрос, когда они уже появятся разрешение на строительство, уже будет согласование с управлением по охране объектов культурного наследия. И там уже момент будет привязки к этому памятнику. По поводу как бы градплана, именно что там можно сделать. Он озвучил, что данный вид использования предполагает определенные виды строительства, в том числе вопрос уже, как это будет согласовываться с наличием вот этого памятника. Поэтому, безусловно, пожелание по поводу сквера, строительства его, в том числе за счет частных средств, это безусловно... Добрая воля. Да, добрая воля, но с юридической точки зрения, если организация сейчас будет в суд обжаловать какие-то действия администрации или что-то еще, как бы неизвестно здесь, в какую сторону все это будет как бы развиваться. Вот, это как бы один момент. Предусловно, переговоры нужны, и как бы баланс интересных сторон на основе соблюдения закона, предусловно. А то, что касается, почему так сложилось, конечно, необходимо поднимать документы, их анализировать, и, как бы, при наличии оснований, конечно, при поступлении обращения будет рассмотрено вопрос, как принято соблюдение. Сергей Вячеславович, да? Понятно, что преступление совершено, это факт. Даже, так сказать, из голосовных таких заявлений на сегодняшний день, явно, что, так сказать, имеет место быть преступление. Мы об этом как бы так говорим, так сказать, не называя вещи своими именами. Даже вот те представители города там говорили, что объект существует на документах, де-факто его нет. Ну вот вам, пожалуйста, Александр, но его нет. Объект культурного наследия утрачен. Инвестор – это тот человек, обычно за которым берут, не вызывает, не приглашает, не нуждает, которого облизывают, которого уговаривают и которого заинтересовывают. Ничего этого не делается, понимаете? Вот или так, или не так. А если не так, то отнимем вообще. Ну кто будет с нами вообще диалог вести? Я не говорю даже это в случае конкретно. В принципе. То есть инвестор сегодня, мы должны научиться с ними работать. Если мы, так сказать, не будем в этом ключе вести диалог, то они просто одни разбегутся, а другие просто на активание не будут подходить. Поэтому давайте все-таки немножко, как бы, наверное, свою достойность своей медицей поумерим здесь и вступим на всех уровнях в диалог. А силовую методу, я вас уверяю, что вы что здесь не добились и не спорились. В памятник в музей приметения мы поместим последнего инвестора в Сахарской области. Дело в том, что переговоры с Фемидой велись на протяжении полутора лет. Мы очень тесно с ними общались ежемесячно. Они к нам приезжали. Мы предлагали разные варианты земельных участков. И заводской, и ленинский центр. Они от всего отказывались. Первоначально от всего отказывались. Потом мы предложили вот эти девять земельных участков, вот в настоящий момент, который они рассматривают. Они выразили на них согласие, но только рассматривали их в отношении 50% от того, что им надо. То есть они с нас запросили к этим девяти еще таких же девять участков. И мы работу проводили, и мы еще им изыскивали участки. В конце они вообще сказали нам то, что им нужно завысить этажность, повысить этажность, потому что это им мало. То есть у них всегда было какое-то желание еще, еще, еще. И это было на протяжении полутора лет. А когда мы последний раз их пригласили, они сказали, что они выразили свое мнение в своем заявлении о получении градостроительного плана. Это заявление к нам поступило в прошлую пятницу, то есть по результатам совещания, проведенного вот здесь. Они сразу же в этот день сдали в канцелярию наше заявление о получении градостроительного плана на строительство многофункционального центра. В отношении градостроительного плана отказать мы им не сможем, потому что это информационный документ по градостроительному кодексу. Он будет им выдан, будет им выдан со всеми охранными зонами, показано, что можно будет в нем размещать. Но я еще хочу добавить свою речь о том, что про парковку. Возможно ли, в принципе, на данном земельном участке у нас парковка? На данном земельном участке парковка у нас запрещена в связи с режимом использования земельного участка, который утвержден еще постановлением правительства Саратовского области в 2018 году. То есть там допускается только территория общего поста. В данном случае у нас получился обманутый предприниматель. Он купил участок, хотел бы использовать в коммерческих целях, но у нас получается, что он используется, но его практически не может. Вот у нас город. Вы планируете, что вообще, для чего использовать этот земельный участок? Построить там сквер? Сквер. У вас есть какое-то предложение, какие-то вот есть планы, просто вы не предлагаете ничего. Вот если мы там сделаем сквер, где будем парковать автомобиль? Вы планировали это? Где? Мы готовили целый проект и предлагали Фибидии, показывали его. Где парковка? Вокруг сквер. Послушайте, Вена, Барселона. Барселона вообще, я считаю, что это культурная, историческая столица лучшего в Европе. И по строительным нормативам и все, и не дадут собрать, даже кормить вы не сможете. Вот. И там под каждым историческим зданием находится парковка. Это запрещено в том случае, если это воля какого-то там частника и просто инвестора, если это будет в интересах муниципалитета. Владимир Валерьевич, вы мне поясните, это можно ли этого добиться, чтобы разрешить здесь согласовать и сделать там, например, законно выдать разрешение на строительство подземного парка? Конечно, можно. Все. Никто сейчас к вам не придет с инвестициями. Никто. А с таким подходом вообще никогда. А прокляты кто? Горожане. Потому что из-за такого ретроградского, очень мягко назову, поведения властей, мы ничего не можем ни развивать город, ни продвигать его. У нас есть площадь, это лицо города, мы еще в прошлый раз отметили, это то, с чего любой турист, любой гость города, области должен и обязан начать осмотр нашего замечательного города. Да, есть проблемы с собственником и собственностью этого земельного участка, есть и отсюда никуда не денешься, что в охранной зоне может быть плоскостное какое-то строение, я имею ввиду сквер с лавочками, как говорили. Но и безусловно, при наличии сегодня всех запретов, которые существуют, есть разум у людей и есть возможные варианты подхода к вопросу создания парковки, а она в таких местах безусловно необходима. И здесь совершенно прав Сергей Юрьевич и Дмитрий Борисович, которые приводят примеры в Европу, я видел все эти места, все эти парковки. Да, надо провести изыскания археологические, гидрологические, гидротехнические, для того, чтобы понять, что там можно по сути сделать. И подготовить все разрешительные документы, проекты документов, согласовать в муниципалитете, в регионе, в Москве, в правительстве Российской Федерации, но прийти вот к этому общему знаменателю. Безусловно, на это потребуется время какое-то. Параллельно надо двигаться к пониманию вопроса, как произошло отчуждение, возможно ли восстановить статус-кво городской. И это параллельная процедура, которая тоже обязана иметь место в нашей жизни.